Доброго времени суток, дорогие друзья! Давайте сделаем мини-обзор на Итара Достаточно хороший ГМ, сразу скажу Многофункциональный, очень быстрый, с хорошими пассивками, с хорошим классом, эмблемным Плюс, что еще? Ну и просто он красавчик Крадет у цели все блокируемые усиления и случайным образом распределяет их между союзниками Раскидывает по своим союзникам, ну, рандомным способом Крадет 35% маны у цели и распределяет между союзниками Но, я сначала думал, что он крадет 35% маны как бы от 100% То есть, если у соперника 35% заряжено, то он украдет все Но нет, он украдет конкретно 35% от 35% Если там 50%, то он от тех 50% украдет 35% То есть, те 50% будут как 100%, но их будет меньше В общем, сложно объяснять, но он лучше всего его использовать, когда у героя больше всего маны И лучше всего это делать на ниндзях, магах, там он забирает больше всего Потом, все союзники получают плюс 30 атаки на 2 хода И связь стихии дает 10% к регенерации маны для всех героев святыни на 4 хода Нельзя снять, ну, это стандартное, нельзя снять Ничего нового И, что ж, это все вы и так могли прочитать Давайте мы перейдем к каким-то более полевым условиям, к тестам, к тестам живым Давайте, вот я подобрал такую цель Она довольно интересная, потому что здесь есть и стражки по потам, и Людвиг Они в топе часто встречаются, и не в топе тоже Потому что Людвиг был в обмене душ И давайте попробуем, я вам покажу, как это, например, работать может против гиппопотама Давайте вот сразу 3 камушка, мы его заряжаем по чуть-чуть Давайте сразу взрыв Мы не будем здесь стараться победить Мы будем просто стараться показать вам Как и что он делает Вот конкретно в данный момент Мы будем делать как Мы сейчас уберем в бездну Людвига Потому что таунт нам не особо нужен Таунт нам быстро здесь разберут Особенно Яна, ну или этот Купидон Поэтому мы отправляем Людвига в бездну И будем воровать доброс маны у, наверное, Купидона Потому что у меня нет счетов, чтобы закрыться от Купидона Поэтому Поэтому мы крадем у Купидона вот так Может быть даже дозарядится слюда на Х3 Да, слюда дозарядился на Х3, потому что мы украли ману Теперь мы включаем оверхп Добрасываем еще ману от Ариэли И, кстати, мы своровали у Купидона доброс маны Людвига от Людвига Вот 17% и на 6 ходов на Лепиоту То есть удачно достаточно-таки Теперь мы включаем распределение Распределение урона Плюс щиты, плюс хорошие реген маны И будем пробовать заряжаться дальше Можно даже вот так Нам бы Яну спрятать побыстрее Чтобы она нас не била И дальше И дальше просто побеждать Ну и все Яну отправляем Дальше просто заряжаемся Заряжаем ГМа Заряжаем вражеского Гиппопотама И будем Будем воровать у него баф И добивать команду соперника Не думайте, что Применение Итару только в такой комбинации героев Его можно много как использовать Обыгрывая особенно этот доброс маны Например, тоже можно достаточно удачно С быстрыми героями Конечно, не в данной мете Но если вы играете где-то Чуточку ниже Самого топа Вы не сверхдонатер Но у вас есть какой-то набор героев Там быстрых, например А, так Этого спрятать нельзя Хорошо Я просто с вами заговорился И забыл, что я хотел же украсть У Гиппопотама вот этот баф Вот, мы украли баф Его получил слюда И что Теперь смотрите Мы ультуем себе бабкой Они получают урон Ну, да, немного От слюды много урона они не получат Но Все равно Что-то есть Мы зарядили снова вот слюду Мы зарядили Лепиоту Давайте своруем снова ману Наверное, даже вот здесь У него Потому что мы его спрятать не можем Значит, будем Забирать у него ману Так Здесь немножечко подбили их Можем заряжаться дальше И снова использовать Снова использовать баф Баф бегемота в своих целях Сейчас, наверное, лучше всего спрятать бабулю Потому что она хилить может И будет затягивать бой Нам бы этого Не сильно хотелось Так Купидона мы не добили Но это не проблема Это не проблема Так В данный момент Очень много есть Героев Которые Ставят таунт Ставят разные Очень сильные бафы Тот же Кеппапатам Тот же Людвиг Можно, кстати, двух этаров прокачать И играть против Людвига Одним воровать таунт Вторым воровать Баф Баф на ману И это тоже достаточно Может быть хорошо В зависимости, конечно, от того На кого он повесит этот доброс И И будет ли полезно это Но Можно так играть В теории, конечно В практике это все нужно тоже тестировать Ну Второго качать для тестов Я точно не буду Поэтому Извиняйте Так Бабушку мы сейчас спрячем Потому что Добивать нам ее Немножечко тяжело будет Но Мне кажется Что мы справились Достаточно Быстро Еще осталось у нас Четыре минуты Так Сейчас они догорают А мы попробуем Что-то другое сыграть Надо брос Для быстрых Раз Два И Добиваем камушком Ну идеально Просто Тетелька в тетельку Здесь я постарался Взять Более Что-то такое Приближенное К К Народу Скажем так Две машки Льюина Вместо Льюины Может быть Любой Вообще Быстрый герой Очень быстрый герой И даже Средний герой Тоже может Там играть Здесь Просто я хочу Показать Конкретно Как Быстрых Будем Дозаряжать Конечно же Машкам Должно Хватать В зависимости От того У кого Мы Воровать Будем А вот Льюини Может Не хватить И поэтому Я ей дал Маговый Отряд Ну и давайте Попробуем Я сам не знаю Чем это все Дело Закончится Но мы Можем Проверить Это вместе Так Достаточно Нехорошее У нас Поле Поэтому Будет Даже Интереснее Думаю Не хотелось Бы Заряжать Д'Артаньяно В лишний Раз Ну да Ладно Давайте Просто Делать Какие-то Ходы И Что-то Из этого Все-таки Получится В итоге Давайте Вот Соберем Три Красных Камня Нам Здесь Немного Будет Мешать Леонида Своим Срезом И мы Не сможем Наглядно Посмотреть Хватит Ли нам Доброса Или нет А нет Все нормально Мы Все Увидим Вот Как раз Таки Сейчас У нас Есть Вот Шесть Шесть Камней Красных Собрано И И Тар Заряжен Давайте Закинем Еще Куда Нибудь Чтобы Они Получили Больше Маны Например Или Аделинда Или Леонидас И потом У них Своруем Или Даже Может Быть Вот Так Если Комбо Не Полетит Конечно Так Комбо Не Полетело Отлично Давайте Тогда Своруем У него Баф Защиты Плюс Что Что То Еще У Него Там Было И Мы Все Зарядили Отлично Это Хорошая Новость Мы Можем Сейчас Просто Взять И Развалить Им Кабину Например Раз Два И Теперь Пробуем Добивать Ну И Все У Нас Практически Уже Победа Да Конечно Не Всегда Будет Получаться Нам Заряжаться Вот Так До Ульты Других Ребят Но Конечно На Леонидаса Я бы Такой Командой Не Шел Потому Что Мы Можем Просто Он Может Просто Срезать Ману И Мы Проиграем Так Тут Я Немного Неправильный Неправильный Ход Сделал Но Уже Уже Как-то Поздно Ладно Давайте Сейчас Тогда Регарда Зарядим Чтобы Травление Это Снять А Оно Само Снялось Потому Что Умер Умерла Марьяна О Смотрите Сейчас Мы Снова Зарядили Итара Но У нас Как раз Одного Камушка Не хватает Для Красных Я Предлагаю Вот Так Сделать Чтобы Он Больше Маны Получил И Попробуем Украсть У него Я думаю Что Нам Должно Хватить Все равно Даже Если У Быстрого Воровать Да Нам Хватило Я думаю Что Как раз В Чутельку Но Смотрите Марьяны В костюмах Это Тоже Важно Очень Не Нужно Этого Забывать Давайте Еще Сейчас Какую Попробуем Другую Подходящую Подберу И Будем Тестировать Дальше Здесь Это Это Суть Найти Найти В двух Местах Даже Есть Такие Шансы Кто Мне Еще Нужен У Меня Здесь Милена Милена Можно Зарядить Так 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 Ну Давайте Наверное Лучше Вот Так Чтобы Не Разбивать Да Получилось Хорошо Давайте Даже Знаете Что Я Не Буду Специально Собирать Семь Камней Чтобы Показать Когда Зарядится Утка Мы Сделаем Вот Так Тройку И Сделаем Еще Одну Просто Троечку Вот Так Отлично Ничего Лишнего Не Доехало Утка Получает Доброс Маны Еще От Того Что Костанется Миньон От Мотегина Х1 Но Ей Не Хватит Без Барда В Команде Не Хватит Но Если Мы Еще Подворуем Подворуем У Людвига То Все У нас Будет Хорошо Так Сейчас Нужно Секунду Мне Подумать Как Нам Разобраться С Людвигом Мы Наверное Просто Сейчас У него Немного Своруем Или Даже Не У него Пускай Он Быстрее Ультанет А Мы Не Можем Не У него Своровать Хотя Один Ход Давайте Поставим Миньона Ну Вот Видите Утка Получила Доброс Некий Но Этого Мало Этого Не Хватило Сейчас Значит Мы Что Делаем Мы Воруем У него Ману Воруем Там Он Даже На Один Ход Это Тоже Иногда Может Быть Приятно Если Ультовать Кто Собрался Например Какое Это Плечо И Дальше 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 Мы Можем Сделать Что Мы Можем Вкинуть Прям В него И Его Раздразнить Мы Можем Закинуть Варамиса И Его Дразнить Пускай Он Скинет Ману Но Скорее Всего Лучше Сделать Вот Так Да Хорошо У Нас Миллиана Х2 Зарядилась Это Тоже Достаточно Приятно Значит Сделаем Вот Так Раз Значит Сделаем Вот Так Два Ну И Здесь Уже Просто Грех Его Не Добить Но Даже Сделаем Еще Лишний Ход А Вот И Регард Зарядился Регард Заряжен Мы Можем Добить Людвига Теперь Я бы не хотел Чтобы Сел Ультовала Но Скорее всего Что Она Ультанет Или я могу Вот так Сделать Раз А Доехала Хорошо Так Ей не хватит Я думаю 10% Там Не хватит Да Не хватило Теперь Я могу Накинуть На них Паразитов Теперь Закидываем В нее Так И Воруем Здесь Хорошо 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 Слишком Хила Много На войнах Обычно Такого Не бывает Но Ян Соответственно Мог бы Ультануть Людвиг Потому что Мы бы Не Своровали У него Ману И Все Могло Быть Совершенно По Другому Так Закидываем Милену О Милена Теперь Милена Дозарядила Утку Ну Отлично Блокируем Сел Забираем Ману У А Посмотрим Куда Она Перекинет Так Она Перекинула Туда Значит Своруем Укс Нольфода Ну Отлично Камень Доехал Еще Попробуем Сейчас Еще Одну Команду С Быстрыми Ударниками Там У меня Финлик Есть В Костюме Можно С Ними Попробовать Тоже Но Это Будет Что-то Похожее Как С Красными Но Для Разнообразия Еще Покажу Их Нашел Такую Команду Обороны Добавил Сюда Бабулю Потому Что Бабуля Ну Без Бабули Здесь Будет Тяжело Если Адекватно Оценивать Ситуацию Команда Обороны Достаточно Хорошая Достаточно Сильная Не знаю Чем Это Закончится Но Мы Попробуем Я Думал Может Быть Вместо Милены Взять Еще Одну Или Аласи Либо Еще Одного Финли Но Потом Не знаю Передумал Так Смотрите Я бы хотел Просто собрать Шесть Синих И Шесть Желтых Чтобы Мы Сыграли От До Зарядки И Как-то Так Все Обыграть Можно Здесь И Четверку Пробовать Искать Но Суть Теста Итара Не будет Соблюдена Условия Условия Не будут Соблюдены Ладно Давайте Вот Хотя Здесь Еще И Милена Есть Она Тоже Может Добросить Так Что Тут Момент Такой Вот Этот Ход Неплохой Можно Сделать Но Это Всего Тройка И Улетит Фиолетовый И Красный Желтых У меня Пока Что Больше Нет Или Можно Этот Синий Вправо Будет Сбор Желтых Ну Это В принципе На Один Фиг Выходит От Этого Особо Ничего Не Меняется Что Туда Что Туда Здесь Немного Ближе К Верху Может Быть Это Поможет Это Не Помогло Но Это Пока Давайте Так Вот Есть Вторая Тройка Так Хорошо Мне бы Конечно Сейчас Лучше Было Собирать Синих Я думаю Но Будем Тестировать До Конца Так И Теперь Нужна Тройка Нужно Собрать Тройку Просто Троечку Вот Так Наверное Ай Зря Лишнее Полетело Ну Мы Центр Просто Чисто Камнем Снесли Но Вы Видели Я Старался Не Убивать Ее И Не Заряжаться Быстрее Но Мы Зарядились Не Скажу Что Я Расстроен Что Мы Зарядились Так Два Хода Иммунитет Давайте Снимем Этих Паразитов И Будем Пробовать Пережидать Так 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 Форцис Вообще Может Даже Ультануть Это Не Проблема Мы Его Своруем Кстати Давайте Да Попробуем Его Своровать Точнее Не Попробуем Своруем Я Специально Синие Закидываю Чтобы Их Было Поменьше В Реальном Бою Конечно Я бы Так Не Делал Так Значит Значит Что Значит Делаем Так Раз Так Два Так Они Прошло Еще У них Да Сколько Ходов А Иммунитет Действует Пока У них Прислужник Есть Ничего Себе Ну Давайте Хорошо Проверим По Ком Третьим Ударят Так Ударил По Фортуне Ударил По Фортуне Кто Нам Здесь Опаснее Хотя Мы И так Никого Не Убьем По Сути По Сути Да Никого Не Убьем Давайте Тогда А Блин Нет Яна Мы Украли У него Мы Украли У него Таунт Три Хода Еще Она Мне Бабульку Может Вынести Давайте Сделаем Так Неплохо На Х2 Да Неплохо Но Она У нас Пока Не Спасает Хотя Удар Получился Достаточно Сильный Может Даже И Спасает Эх Яна Ультует Но Может Не Убьет Кстати Там Защита Стоит Так Не Убила Отлично Ну Тогда Здесь Уже Я думаю Вам Все Стало Ясно Эту Этого Добьем Так А Эту Сейчас Миленой Добьем И Все Да Синий Здесь Потому Что Центр Был Красный Так Конечно На Другой Какой-то Центр Вот Как Сюда Например Если Бы Даже Формация Была Такая Ж Что Очень Опасно Найти Даже Не Только Из-за Цвета А Вообще Из-за Функционала Самих Героев Давайте Еще Одного Кого-нибудь Найдем И Попробуем Еще Раз Сыграть Так Здесь Опять Ж Очень Много Хилеров Это Нам Не Подходит Я Сейчас Кого-то Подберу И Вернусь Искал Я Значит Цель Слушайте И Попалась Мне Ж Вотер Пайп Она Ж Крадет Ману А Хорошо Пройти Вотер Пайп Мы Берем Зеленую Быструю Тройку И будем Пробовать Тестировать Чтобы Ее Дозарядить С помощью Итара Только Тут Одна Мне Кажется Один Нюанс Такой Что А Хотя Нет Я думал Что Она 10% Ворует А Они Воруют 5% Значит Если Один Текан Будет От Миньона Мы Его Своровать Можем Ну Точнее Нам Должно Хватать Этой Дозарядки От Итара Я Не знаю Не уверен В Газели Ну Хорошо Либо Хорошая Идея Была Ли Ее Сюда Брать Но Уже Так То Поздно Поэтому Поэтому Ничего В идеале Мне Нужно Собрать Именно 7 Камней Зеленых И 6 Камней Желтых Желтые У меня Есть Даже Вот За Один Ход А Нет Ну Получилось За Один Но Если Бы Не Вышел Тот Камень То Там Ничего Не Получилось Ладно Ладно Теперь Специально Не Будем Ультовать И Таром Просто Хотим Зарядить Зелень И Раздразнить Waterpipe Но 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 Они Слишком Долго Слишком Много Ходов Будут Тыкать По Мне То Это Мне Не Поможет А И Знаете Еще Какой Нюанс Здесь У него Пассивка От Недугов Конкретно А Срезать Ману Ему Они Могут Поэтому Не до конца Не до конца Концепция Против Waterpipe Будет Работать Но Хорошо Что Вам Об этом Скажу Я И Покажу Чем Вы Пойдете На войну Например И Там Об этом Узнаете Будет Неприятно Так Давайте Вот так Сделаем Да Про Waterpipe Я вспомнил Кто-то Тестировал Вот Кстати Вот Они Посрезали Ману И Тару Да 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 Ну Значит Плохая Идея Ходить На Эту На Waterpipe Ну Давайте Посмотрим Докинет Или Нет Вот Сейчас Посмотрим Кому Съедят Ману Так Вот Эвелин Потеряла Потеряла Какое-то Количество Манны Этот Очень Быстрый От него Мы Украдем Мало Этот Медленный А это Это тоже Медленное Ну Значит У Людвига Будем Воровать У него Больше Всего Ну Да Нам Должно Хватить Без Проблем Давайте Даже Еще Активируем Раз Газель Крадем Людвига Хватило Теперь Срезаем Здесь Диспелим Баф И накидываем Свои Свои Приколюхи Ну Я думаю Что Сам бой Этот Получился Удачный Но Тест Провалился Потому что Итар Все-таки Теряет Ману От Прислужников И на войне Рассчитывать На него Не стоит Вот Кстати Прикольный Момент Мы Не дозарядим Своих Но Мы Можем Оттянуть Ульту Гатор Не знаю На один На два Хода В зависимости От того Сколько Камня В него Полетит Если Камень Вообще Не Полетит То Она Вообще Может Не Ультануть Или Мы Вообще Еще Раз Перезарядим Итара В Пустоту Так Как Он За Три Камня В Пустоту Заряжается Мы Можем Снова Оттянуть Ульту И Даже Возможно Зарядить Уже Свою Зелень Да Мы Кстати Зарядили Свою Зелень И Уже Бьем И Они Уже Теряют Здоровье От Травления От Урона И Всего Остального И Шальной Камушек Просто Добивает Гатор Сносит Как Паровоз Чу Чу И Бой Заканчивается Все Эти Все Тесты Могу Сказать Вот Точно Качать Стоит Качать Не стоит Только Тогда Когда У вас Ну Прям Не знаю Вы Только Начинаете У вас Там По Три Пятерки Скажем Или По Пять Пятерок Хотя Даже Если По Пять То Уже Наверное Тоже Стоит А Вот Если У вас Прям Мало Пятерок Там Три Пятерки Остальное Четверки Нету Быстрых Некого Дозаряжать Например Или Вы Там Вообще Не Воюете Против Гиппопотамов Всяких Разных Против Альфа Таунтов Хотя Они Уже Могут Быть Везде Так Как Там Бесплатно Давали Всем Альфа Эхвирки Я Говорю Да И у вас Три Да И Тар Вы Проходите Дальше Всем Спасибо За Просмотр Кому Понравилось Не Понравилось Ставьте Лайки Дизлайки Подписывайтесь Отписывайтесь Хорошего В общем Дня Всем Пока